20 минут о красивой жизни, ярких событиях и стильных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. День мужской моды на этот раз не был приурочен к 23 февраля. Такой праздник деятели фэшн-индустрии Челябинска решили устроить теплым майским днем. Поскольку мужская мода всегда отодвигалась на второй план, здесь мы решили немножко поднять эту тему, сделать мероприятие в концепции модных показов. Лучшие салоны, лучшие дизайнеры. Я считаю, что мужчины, они к моде привлечены ровно столько, но ровно так же, как и женщины. Мужчины у нас красиво одеваются. Мы можем видеть, что даже здесь, на велкам-зоне, мы можем видеть, насколько красиво одеты мужчины. Значит, мода всех интересует, не только женщины. Поэтому именно мужской фэшн-проект – это актуально, это важно, и это ново и интересно. Модный мужчина на подиуме был представлен во всех своих проявлениях – от бизнеса до спорта и прочих активностей. Знаете, мне интересно посмотреть, вообще, что Челябинск представляет для мужчин. Вероприятие мужское, но все-таки, кажется, что женщины. Почему? Ну, как вы думаете, кто мужчину одевает? Я пригласила подруга сюда. Надо себя просветить и очень интересно провести время. Возможно, узнать, что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Ну и насладиться хорошей погодой. А следите вообще как-то за модой? Среди людей, тенденциям, трендам? А скорее, нет, чем, да. Да, я стараюсь следить за модой. Я, в принципе, сам занимаюсь кожаными изделиями и какие-то вещи стараюсь делать именно для моделей, для людей, которые хотят выглядеть модно. Много очень интересных, красивых людей, скажем так, хорошие, приятные знакомства. Да и, в принципе, круг общения очень приятный. Где много успешных мужчин, там всегда самые красивые девушки. Именно поэтому в программу вечера вошло дефиле в купальник. Я думаю, что сейчас очень важно следить за собой. И мужчины не исключение, как и девушки. Возможно, мужчины бы постеснялись там поискать где-то, ну, что-то связанное с модой. А здесь, когда ты можешь открыто увидеть самые модные, интересные тенденции, почему нет. Я думаю, что мужчинам это вдвойне должно быть интересно. Происходит так, возможно, потому что это сложившийся стереотип общества. Я к этому отношусь положительно, потому что считаю, что мужчины также ухаживают за собой, хотят ухаживать за собой, так же, как и любая женщина. И если, тем более, это какая-то публичная профессия или медийная личность, то это обязывает. Ухоженный, стильный, увлеченный спортом. Таким видят наши девушки идеального современного мужчину. И судя по тому, сколько идей предложили в этот вечер партнеры проекта Men's Fashion Day, у челябинцев есть все, чтобы соответствовать этим запросам. Чего не хватает жителей мегаполиса? Прежде всего, свежего воздуха. За ним можно, конечно, отправиться и в лес, и к водоему, и в горы. А можно полежать в специальной капсуле, которая компенсирует организму недостаток кислорода. Подробности далее в выпуске. Этот аппарат называется портативной барокамерой. Под давлением воздушной смеси организм обогащается кислородом. 45-минутный сеанс в этой капсуле приравнивается к 3 дням пребывания в сосновом бару. Сама идея насыщения свежим воздухом не нова. Методику применяли еще в 17-м веке. Подобную методику начали применять еще в 17-м веке. Но основное распространение так называемой кислородной палатки получили в 19-м веке в Германии. А в современной истории применение началось с середины 50-х годов. У нас с 1965 года используется портативная барокамера, то есть капсула, кислородная капсула, куда подается смесь кислорода и воздуха под давлением примерно на 1,3 атмосферы. Курс традиционный от 2 до 4 недель. Обычно мы назначаем 15-20 процедур. Капсула, когда наполнится газовоздушной смесью, начнется подъем давления. Могут быть такие же ощущения, мы с вами проговаривали это, как в самолете. Если что-то будет не так, значит вы мне сразу сигнализируете, я вас вижу, вы меня видите, слышать вы меня тоже будете. Достаточно простая в применении баротерапия имеет широкий спектр показаний, в том числе и знакомые большинству жителей мегаполиса усталость, головные боли, нарушение памяти и снижение концентрации внимания. Вдыхаемый воздух повышает парциальное давление, так называемое, кислорода в жидкостях организма. Ну и таким образом повышается кислородная емкость, так называемая, крови. Это ведет к тому, что клетки начинают работать в особом режиме, то есть они фактически уже не экономят свои ресурсы, они тратят их на то, чтобы улучшать течение хронических заболеваний, профилактировать в первую очередь сердечно-судистую патологию, патологию легочной системы, профилактику, онкологию, нарушение мозгового кровообращения. Показана эта терапия всем. Как и в любой аппаратной терапии есть противопоказания, как, например, гипертоническая болезнь, эпилепсия, острые воспалительные заболевания и клаустрофобия. Поэтому курс назначается после приема терапевта. Это раньше на подиум попадали только профессиональные модели. Сегодня это площадка для всех, в буквальном смысле слова, вне зависимости от возраста, комплекции и рода деятельности. Этим и объясняется возникновение проекта «Подиум Южного Урала». В минувшие выходные модную одежду показывали взрослые и дети от 2 до 60 лет. Классический модный показ уже давно заменили в фэшн-перкоммансы, а участниками дефиле становятся модели разного возраста и параметров. В таком формате был организован проект «Подиум Южного Урала». В этот день на подиуме были представлены последние тенденции сегодняшней моды – креативные и провокационные идеи. Работает целая команда имиджмейкеров, которые с учетом модных тенденций, современных направлений в моде, с учетом детской харизмы и даже, можно сказать, с учетом их цвета глаз подбирали с любовью, трепетом коллекцию для детей. Визажисты, парикмахеры создавали шедевры из волос. Моя тактика такова – должно быть все быть нестандартно и очень классно и энергично. В данном показе мы показали уникальное экстремальное бейминг-шоу, которое покажут не в каждом дворе, не в каждом городе. Здесь собрались лучшие профессионалы именно на беймиксах и показали действительно уровень. Атмосфера очень приятная, очень веселая, очень дружелюбная, позитивная. И вот такая атмосфера должна поддерживаться всегда. Этот модный показ собрал более 200 моделей. Самым юным едва исполнилось 4 года, самым взрослым уже за 60. Для некоторых участников показа этот выход стал своего рода экзаменом. Сегодня это их финальный выход. Кто-то заканчивает школу моделей, кто-то заканчивает этот учебный год. Это показатель того, что мы добились за весь год. Я хотела в модельное агентство записаться. Мы нашли Miss Kids Models. Мы записались, пошли на первое занятие, понравилось я. Продолжала ходить. Я видела, что модели такие красивые, тоже хотела быть такой. Я выхожу на подиум в третий раз, немного волновалась. В целом все прошло хорошо. В фэшн-индустрии всегда большое внимание уделяют работе модели. Но не менее важную роль играет организация крутого показа, чтобы зрители прочувствовали современные тенденции на разных уровнях восприятия. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд 44 по 60. Сеть салонов Априори. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Фестиваль фильмов о моде Be in Open возник в Европе. И принятый московской публикой оказался в Челябинске. Фильмы у нас получается есть британская, испанская программа и российская программа. В британской программе у нас участвуют шесть дизайнеров. Мы о них в социальных сетях рассказывали. Они недавно закончили университет Сент-Мартинс и снимали короткометражные какие-то рекламы, кампейны, где закладывали свою философию. Там рассказывали о своих брендах, донести свою философию, свои какие-то ценности и проблемы, которые поднимает каждый дизайнер. Некоторые идут там по пять минут, некоторые идут буквально там сорок секунд, где-то минута. Это мероприятие, чтобы вдохновить людей на какие-то творческие проекты. Это полезно и для фотографов, и для стилистов, и вообще для тех, кто интересуется модой, которые хотят расширить свое сознание. Просмотр видеороликов сопровождался лекцией о глобальных трендах, а также беседой о современном искусстве. Мне понравилось, что это новое помещение, это новая локация, которую могут челябинцы использовать. Я думаю, что она будет интересна и блогерам, и стилистам, и фотографам. Приехали, ну, в основном, когда они послушают ее лекции, потому что посещаем в основном все ее лекции. Очень интересно, очень полезно. Мы вдохновляемся вообще не только же стилистами, но мы также и выставки посещаем и путешествуем. Ну, на самом деле, какие-то такие арт, какие-то инсталляции, то есть живые какие-то, то есть видео непосредственно сейчас входит в моду. Вот эти всякие перфомансы, нестандартная подача, это очень интересно. Ну, вот что касается моды, мне главное доверять человеку. То есть, сначала, это, конечно, картинка в инстаграм, ты смотришь, если тебе нравится стиль, и то, что человек вещает, и как вещает, в ходе того, что там голос и так далее, и тому подобное. Соответственно, если ты нравишься, и ты ему доверяешь, то ты идешь и слушаешь. Мне, конечно, нравится, что в Челябинске появляются такие места, потому что чем больше их есть, тем всем нам лучше. Я всегда за то, чтобы люди что-то сотворяли, что-то делали. И вот эта, как бы, галерея для меня прям приятное открытие. Я еще просто верю в то, что в нашем городе можно развить моду. И стараюсь сделать, что эта мода была со смыслом, а не вот, ой, красивая юбочка, прикольненькая, чтобы донести какую-то философию здесь. Мы продолжаем моду возрождать у нас на Урале и продолжать делать какие-то проекты, которые по возможности будут развиваться. Есть такое мнение, что современное искусство не надо понимать, его надо чувствовать. То же самое можно сказать и о моде. Новые идеи в своем концентрированном виде часто могут казаться по меньшей мере странными. И должно пройти достаточно времени, чтобы все это понять. А поначалу этим проникается подготовленная аудитория, как, например, зрители Be In Open. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Профтерапевтическая клиника «Формула» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok